В эфире программа «Тревожный сигнал». Меня зовут Александр Урчев. Здравствуйте. Поговорим о происшествиях за прошедшую неделю. Прокуратура города поделилась с нами информацией по возбуждаемым делам. В прокуратуру города Кумертал по обращению одного из уволившихся работников одной из организаций города Кумертал проведена проверка. Обратившийся жаловался на то, что не выплатили зарплату и, кроме этого, имеются другие нарушения трудового законодательства. В ходе проверки доводы обращения подтвердились. Действительно было установлено, что уволившемуся сотруднику не выплатили полностью зарплату. Кроме этого, были выявлены иные нарушения трудового законодательства. Такие, как то, что в договоре трудовом, составленном с этим работником, не были прописаны все необходимые трудовым законодательственным условиям. Кроме этого, зарплата выплачивалась не два раза в месяц. Нарушена была периодичность выплаты зарплаты. Кроме этого, график отпусков был составлен позднее положенного срока, то есть не за две недели до начала нового года. По результатам проверки в отношении руководителя этой организации было возбуждено два административных дела, которые направлены в трудовую инспекцию по результатам рассмотрения административных дел на директора наложенных штрафов. О происшествиях, зарегистрированных на территории Кумертау, мы узнали у сотрудников полиции. Значит, всего за прошедшую неделю дежурную часть отдела МВД России по городу Кумертау поступило и было зарегистрировано 197 заявлений сообщений. 19 граждан обратились в приемный покой в хирургии, а также было зарегистрировано 8 фактов краж имущества граждан, 2 факта мошенничества. Было выявлено 3 факта сбыта наркотических веществ. Всего было возбуждено 9 уголовных дел за прошедшую неделю. Также хочу заметить особое внимание, придать фактам мошенничества. В настоящее время мы учтем все эти факты. Девушки, женщины в возрасте примерно 30 лет ходят по домам к бабушкам, под видом работников Горгаза, поникают в дома и похищают денежные средства. Поэтому, если будут такие факты, сначала позвоните либо на 04 в Горгазу, точнее, если были такие факты, либо через 112 выйдите на связь с нами. На дорогах города Кумертау было зарегистрировано 348 нарушений правил дорожного движения. Задержано 6 водителей в нетрезвом состоянии. Зафиксировано 24 ДТП с механическими повреждениями и один наезд на пешехода. Некачественная проводка стала причиной для пожара. Подробности мы узнаем у сотрудников МЧС. За прошедшую неделю в городе Кумертау обстановка с пожарами выдалась относительно спокойной. В пожарном подразделении по сигналу тревоги было три выезда, два из которых были совершены по ложному выезду и один выезд совершен на тушение мусора. Между тем, в Кургазинском районе у нас произошло два пожара. Один раз выезжали пожарные подразделения на тушение мусора. Также 22 января в 17-28 произошел пожар в хозяйственной надворной постройке по улице Дружбы села Ермолаева. В данном пожаре пострадала значительная надворная постройка, в том числе помещение летней кухни, в котором проживал домовладелец. Кроме того, в результате пожара домовладелец получил серьезные ожоги, был госпитализирован в Кумертовской городской больнице. Далее, значит, 28 января у нас в 0 часов 19 минут произошел пожар в доме, также в селе Ермолаева по улице Заводская. В данном пожаре, значит, пострадала двускатная крыша, строение причины пожара явился перекал печи в совокупности с тем, что металлический дымоход печи был в неисправном аварийном состоянии. Это были все происшествия за прошедшую неделю. Меня зовут Александр Урчев. До скорых встреч. Банк России вводит в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей, в оформлении которой сохранена традиция изображения на деньгах знаковых отечественных памятников и архитектурных сооружений. Многотоновый водяной знак в виде изображения памятника затопленным кораблям в Севастополе и номиналы банкноты. Защитная нить при покачивании банкноты в вертикальном направлении обладает эффектом встречного движения темных и светлых участков. Под определенным углом появляется повторяющееся цветное изображение символа рубля на радужном фоне. Нить также содержит повторяющееся изображение номинала, которое можно увидеть на просвет. При наклоне в левой части банкноты на поле со словом «Россия» проявляются разноцветные цифры номиналов. При повороте банкноты на 180 градусов меняется цветовая гамма цифр. При рассматривании банкноты под острым углом в нижней левой части проявляется темный знак рубля на светлом фоне. При повороте на 90 градусов знак рубля наоборот становится светлым на темном. Защитные микроизображения При оптическом увеличении на цветных участках видны микроизображения и микротексты. Справа от слов «Билет Банка России» расположен защитный элемент в виде рельефных цветных линий, переходящих в бесцветные. Тактильные защитные элементы Надписи «Билет Банка России» и номинал банкноты Для определения номинала людьми с ослабленным зрением предусмотрены две группы штрихов на правом и левом краях банкноты, а также крупные цифры номинала в правой верхней ее части. Банкнотный ряд Визуальные защитные элементы Многотоновый водяной знак в виде изображения моста на остров Русский во Владивостоке и номинала банкноты Защитные нить с фигурным окном содержат рельефное изображение символа рубля. При покачивании банкноты цифры номинала смещаются относительно друг друга. Под определенным углом появляется цветное изображение символа рубля на радужном фоне. Нить также содержит повторяющийся текст «ЦБРФ», который можно увидеть на просвет. Цветопеременное стилизованное изображение моста в лучах солнца. На солнце при покачивании банкноты перемещается объемное цветное кольцо. В левой части банкноты при наклоне на поле со словом «Россия» проявляются разноцветные цифры номинала. При повороте банкноты на 180 градусов меняется цветовая гамма цифр. При рассматривании банкноты под острым углом в нижней левой части проявляется темный знак рубля на светлом фоне. При повороте на 90 градусов знак рубля наоборот становится светлым на темном. Защитные микроизображения. При оптическом увеличении на цветных участках видны микроизображения и микротексты. Справа от слов «Билет Банка России» расположен защитный элемент в виде рельефных цветных линий, переходящих в бесцветные. Тактильные защитные элементы. Надписи «Билет Банка России» и номинал банкноты. Для определения номинала людьми с ослабленным зрением предусмотрено три группы штрихов на правом и левом краях банкноты, а также крупные цифры номинала в правой верхней ее части. Информационный элемент. Обе банкноты имеют QR-код, содержащий ссылку на сайт «Банка России» с подробной информацией о банкноте. Продолжение следует...